Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 232. Из 12 лучших бегунов 6 класса нужно отобрать 4 для участия в эстафете. Сколькими способами можно составить такую команду? Сколькими способами 4 члена команды могут распределить между собой этапы эстафеты? То есть нам нужно ответить на 2 вопроса. Давайте сначала ответим на первый вопрос. Посчитаем, сколькими способами можно составить команду из 12 лучших бегунов 6 класса. То есть у нас всего 12 человек. Из этих 12 человек нам нужно выбрать 4 для эстафеты. То есть на первое место в эстафете претендует 12 человек. То есть 12 разных вариантов выбрать первого самого члена эстафеты. Дальше выбрали мы его. Выбираем человека на второе место. Вот одного вы выбрали уже, значит всего осталось 11 свободных людей. То есть на второе место претендует уже 11 человек. То есть 11 различных вариантов выбрать второго члена эстафетной команды. Соответственно, на третье место у нас уже только 10 человек претендует, потому что 2 их мы уже выбрали на первое и второе место. Ну и на последнее, четвертое вакантное место 9 человек. Давайте посчитаем, сколько способов тогда у нас получится составить команду. На первое место 12 вариантов выбрать человека. На второе место 11 вариантов выбрать человека. На третье – 10, на четвертое – 9. То есть чтобы узнать, сколько всего способов, нужно 12 умножить на 10, умножить на 11 и на 9. Давайте перемножим 12 на 11, и это будет 132. 10 на 9 будет 90, то есть нам нужно 132 в итоге умножить на 90, то есть на самом деле на 9. Подожди, немножко неправильно записала. 132 на 90. 0 сразу сносим. Дальше 132 на 9 умножаем. 9 на 2 – 18, 8 пишем. 1 в уме. 9 на 3 – 27, 1 в уме. 28, 8 пишем. 2 в уме. 1 на 9 – 9, и 2 в уме – 11. Получили 11880 способов. Это составить команду. Так, все, команда у нас составлена. В ней 4 человека. И теперь нужно выяснить, скольким способом 4 члена команды могут распределить между собой этапы эстафеты. Соответственно, в эстафете 4 этапы. Этапы на первый этап. Первый этап. Могут бежать любые из этих 4-х человек. То есть, давайте напишем, на первый этап 4 человека у нас претендует. Выбрали мы, кто бежит первый этап. Выбираем, кто у нас бежит на второй этап. Так как у нас уже один человек ушел на первый этап, то из трех уже людей мы выбираем, кто бежит второй этап. То есть, на него претендует 4 человека. 3, то есть, человека. Ну, соответственно, на третий этап 2 человека. Ну, а на последний, четвертый, без вариантов. Кто остался, то 2 бежит. Один человек. Это даже можно, в принципе, не писать, но давайте напишем на четвертый этап. Один человек. Ну, и считаем, сколько вариантов выбрать. То есть, составить, распределить, вот, нужное слово, 4 человека по 4 этапам. То есть, на первый этап 4 варианта выбрать человека, на второй этап 3 варианта, на третий этап 2 варианта, на последний этап 1 вариант. То есть, всего получили 4 на 3 – 12, на 2 – 24 способа. Хотела написать варианты, лучше, наверное, способа. Распределить между членами команды этапы эстафеты. Ну, и на оба вопроса заданий 232 мы с вами дали ответ, посчитали все способы. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...